МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. День Октябрьской революции отмечают сегодня в Беларуси. Наша страна одна из немногих, кто сохранил эту традицию. События осени 17-го года стали одними из самых значимых в 20-м столетии и коренным образом повлияли на ход дальнейшей истории. И хотя с тех пор прошло уже 96 лет, идеи объединения и солидарности трудящихся, равенство всех людей актуальны и в наше время. Мероприятия по случаю годовщины Великого Октября прошли сегодня по всей Беларуси. По традиции в этот день цветы легли к памятникам Ленину. В Минске на площади независимости собрались представители Коммунистической партии Беларуси, молодежь и ветераны. Только благодаря этому празднику люди труда стали работать не 16 часов, а 8. Только благодаря этому празднику мы показали пример всем бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание. С днем Октябрьской революции соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. Почти столетие отделяет нас от этой даты, но и сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории. Провозглашенное советской властью право нации на самоопределение стало фундаментом, на котором мы построили суверенное Отечество, Республику Беларусь. Говорится в поздравлении. 7 ноября – это праздник новостроек и трудовых подарков. Именно в этот день в Беларуси уже добрая традиция – открывать важнейшие для страны социальные объекты. Эта инициатива президента за последние годы прижилась и укрепилась. В ноябрьском списке в 2013 более полусотни объектов – это и больницы, и детские сады, и спорткомплексы, а также жилые дома, фермы и новые производства. Так сегодня в Минске гостеприимно распахнул в свои двери обновленный зал ожидания железнодорожного вокзала. Строгость линий, мягкие кресла, кафе, аптека, сувениры и современные телеэкраны. Все, что нужно, чтобы скоротать время до прибытия поезда. Дизайн улучшился, удобные места здесь, много света и комфортно. Нравится. Светло, уютно так, современно. Нам нравится. Еще один подарок к празднику – новый маршрут. Сегодня утром в свой первый рейс «Минск-Рудинск» отправилась электричка городских линий. Уже через два года новые составы будут курсировать на отрезке «Минск-Смолевичи», а к 2020-му в планах освоение участка «Минск-Дзержинск». В перспективе это поможет динамично развивать городоспутники и разгружать столицу. Открытие нового маршрута – это дополнительный комфорт и для минчан, и для жителей всей Минской области. Это действительно такой социальный проект. Хотя он и увеличивает доходы железной дороги. Они сегодня доложили, что объем перевозок увеличился за 10 месяцев, плюс полтора миллиона перевезенных пассажиров городской электричкой. То есть определенные доходы. Но это, конечно, социальный. Социальный – это удобство для наших горожан и гостей. Своих первых посетителей приняла и Чижовка-арена. К празднику открыли ее первую часть – малую ледовую площадку. Сегодня там уже прошел первый хоккейный матч между детскими и юношескими клубами города. К 7 ноября к этому большому празднику для нашей страны мы, жители города Минска, сами себе готовят, по сути дела, подарки, трудовые подарки. Сегодня начала работать малая ледовая площадка. Сейчас на ней идет хоккейный матч между детскими и юношескими клубами нашего города. Идут соревнования в универсальном спортивном зале среди гонбольных команд. Я думаю, пройдет немного времени, заработает вторая большая спортивная ледовая площадка. Тем самым комплекс будет в полном объеме завершен. Детский сад на 230 мест открылся сегодня в Солигорске. Дошкольное учреждение будет работать в составе учебно-педагогического комплекса. Современная школа была сдана здесь к 1 сентября. Через два месяца открылся и детсад, которому дали название «Мечта». Весь комплекс по пручению президента построен в рекордно короткие сроки, менее чем за год. В детском саду есть бассейн, компьютерные, игровые, музыкальные залы. Во всех группах современная мебель, игрушки и полы с подогревом. По сравнению с теми условиями, которые были в старых садах, это приятно видеть такую разницу в ощутимых условиях. Детям все нравится. Садик уютный, тепленький. Надеемся, что садик станет для них вторым домом. Наши дети довольны, и это для родителей самое главное. Первым, наверное, лозунгом, который провозгласил Октябрьскую революцию, это социальная справедливость, принцип социальной справедливости. Вот мы его теперь и осуществляем на деле. И в частности, открытие этого садика подтверждает, что государство придерживается этого принципа. С днем рождения детский сад! В Витебске сегодня первых пациентов принял обновленный девятиэтажный корпус областной клинической больницы. В комфортабельных палатах одновременно могут пребывать более 300 человек. Современный операционный блок теперь появился и в детской областной больнице. Там уже провели пять плановых и одну экстренную операции. Теперь, кроме хирургических, травматологических операций, мы будем выполнять нейрохирургические операции. В настоящее время закупается оборудование для лор-отделения, которое переезжает к нам с нового года. С нового года мы начинаем операции выполнять у детей для заболеваний лор-органов и через полгода офтальмологические операции. В Таджикистане объявили предварительные результаты президентских выборов. Согласно информации ЦИК Республики, победу одержал действующий глава государства Эмамали Рахмон. За него проголосовало около 84% избирателей. Окончательные итоги станут известны в течение 10 дней со дня выборов. В президентской гонке участвовали кандидаты от пяти политических партий. С победой на выборах Эмамали Рахмона поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Еще одно праздничное событие – культурное. В эти минуты свою картину зрителям 20-го кинофестиваля «Листопад» представляет одна из самых противоречивых и сложных режиссеров – Кира Муратова. Ее вечное возвращение – это третья попытка покорить Минский кинофорум. В картинах режиссера переплелись трагедия, мелодрама, комедия. Но молодые режиссеры сегодня в предвкушении наград. Уже вечером «Листопад» подведет первые итоги. Жюри объявят победителей конкурса молодого игрового кино «Молодость на марше». На этом выпуск завершен. Полная информационная картина дня в 19.30. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...